так довязала я до маркера провязываю сюда последний столбик без накида в этом ряду и отмечаю его вот мы связали с вами 5 рядов у нас такая вот резиночка манжет получила сейчас мы приступаем к вязанию узора узор начинает 6 ряда и 6 ряд мы провяжем с вами полустолбики с накидом то есть весь ряд провяжем полустолбики с накидом как их вяжем также будем вязать за заднюю полупетлю только этот ряд именно значит смотрите делаем накид на крючок то есть накидываем нить на крючок вводим крючок за верхнюю полупетлю так как мы водили до этого вели захватили рабочую нить протащили на крючке у нас 3 петли захватываем рабочий нить и сразу протаскиваем через все три петли это получился нас полустолбик с накидом он чуть выше по размеру до чуть больше чем столбик без накида еще раз показываю делаем накид на крючок вводим крючок за заднюю полупетлю на крючке 3 петли захватываем рабочую нить и протаскиваем через все эти три петли сразу накид на крючок вводим крючок за заднюю полупетлю захватываем рабочую нить протаскиваем на крючке 3 петли захватываем рабочую нить и провязываем эти все три петли накид вводим протаскиваем на то есть отличается от столбика без накида тем что мы в начале еще делаем накид на крючок сделали накид также вводим крючок захватываем рабочий протаскиваем на крючке 3 петли захвата ручнике провязываем все три петли вяжем такие полустолбики до конца ряда чуть повыше получается также за заднюю полупетлю до что у нас оставалось это каем очка вяжем полустолбики до конца ряда так довязала до маркера убираю маркер провязываю еще один полустолбик сюда с накидом полустолбик с накидом и теперь смотрите маркером отмечаю этот и дальше приступаем к вязанию узора нашего узора нас будет вязаться тоже полустолбиками с накидом но мы будем чередовать мы будем вязать полустолбик чередовать за заднюю полупетлю за переднюю за заднюю за переднюю за заднюю за переднюю да то есть если сейчас мы все полустолбики все ряды вязали вот так вот водили крючок за заднюю только полупетлю то сейчас мы будем чередовать первый раз вводим так за переднюю потом следующий за заднюю опять за переднюю за заднюю полупетлю так начнем 1 у нас будет за заднюю то есть вот мы довязали ряд до где маркер был связали туда еще один столбик полустолбик с накидом то есть закончили ряд опять ставили маркер и все и приступаем к следующему ряду это у нас уже с вами будет 7 ряд и непосредственно сам узор значит делаем накид на крючок вводим крючок за заднюю сначала полупетлю захватом рабочий протаскиваем на крючке 3 петли захватываем очень провязываем все три петли да то есть это мы провязали полустолбик с накидом за заднюю полупетлю дальше делаем накид и вводим крючок за переднюю только полупетлю захватываем рабочий протаскиваем на крючке 3 петли захватываем рабочий провязываем теперь опять накид и опять за заднюю следующая петля за заднюю полупетлю полустолбик с накидом провязываем делаем накид сейчас опять за переднюю то есть вот так мы да то есть только за переднюю полупетлю вводим следующий опять за заднюю тона задняя накид за переднюю накид за заднюю накид и за переднюю так и чередуя за заднюю за переднюю вводим крючок да у нас получается где мы в отделе за заднюю она остается перемычка да где за переднюю там перемычки нет видите вот перемычка вот она перемычка они будут очередоваться и получается такой интересный узор то есть обычные полустолбики с накидом но благодаря тому что мы вводим крючок чередует а за заднюю полупетлю то за переднюю получается очень красивый узор поэтому довязываем вот так вот чередуя опять до маркера и потом приступаем к следующему ряду так я почти довязала так вот это у меня было передняя следующая за заднюю полупетлю так сейчас убираю маркер сюда провязываю за переднюю так провязала и сделала обратно маркер так смотрите мы с вами связали 7 рядов да то есть у нас получилось 5 рядов это резиночка манжета потом 6 ряд это просто полустолбики с накидом да и седьмой ряд это мы уже начали вязать полустолбики чередуя за заднюю переднюю полупетлю сейчас мы с вами связано 7 рядов нам нужно чтобы у нас было связано 17 рядов до с 18 мы оставим место для пальчика вот а сейчас нам нужно чтобы у нас было 17 рядов до у нас 7 то есть нужно связать еще 10 рядов вот таким же узором то есть они все ряды будут повторяться здесь рядов точно таких же как 7 ряд который мы только что связали то есть это чередование за заднюю за переднюю полупетлю так здесь вот маркером нас отмечена перед для она была за переднюю полупетлю следовательно следующее у нас идет за заднюю то есть делаем накид будем крючок вот следующая петля основания за заднюю полупетлю и провязываем полустолбик накид передняя накид за заднюю накид за переднюю да то есть чередуем это мы начали вязать 8 ряд все девочки дальше вяжем самостоятельно да то есть 8 ряд опять марки отмечать 9 10 11 и так до 17 ряда 17 ряд довязываем и после этого уже будем оставлять место для пальчика сейчас довязываем до 17 ряда точно также не забывайте чередуем за заднюю полупетлю за переднюю за заднюю за переднюю полустолбики вяжем полустолбики с накидом вот девочки можете периодически примерять как смотрится на руке здесь у меня я довязала сейчас одиннадцатый ряд 11 так получается так вот повыше бы вот вижу дальше напоминаю нам нужно связать 17 рядов